добрый день сочинское шоссе сегодня у меня целая серия роликов про сочинское шоссе не так давно я здесь тоже гулял залазил туда он искал там этот сгоревший санаторий что это я не знаю показывал дом тот красный только что открыл для себя буквально несколько минут назад тайную тропу вообще прикольная тропа я про ее существование не знал она оказывается есть и очень даже нужна трудящимся которые проживают там в общем все увидите в роликах идем туда не знаю куда но естественно конечная цель у меня как всегда дом я иду в сторону дома но по ходу движения буду там останавливаться всем останавливаться вот тот сгоревший пансионат санаторий я не знаю что это было как-то я вам показывал принципе могу еще раз показать если вдруг вам это интересно ну так не буду уже сильно там даваться лазить просто расскажу что он есть может между много новых подписчиков кто и чья-то одежда цикламенчики здесь сравнительно недавно лет несколько назад я думаю даже ну четыре точно стояло строение преимущественно оно было деревянное что с ним стало вы видите сейчас сами наблюдаете место неплохое симпатичное птички поют слышите я не знаю почему оно до сих пор никак не восстанавливается но я так думаю что люди желающие его установить найдутся всегда хотел вам показать цветочек но сам своей тушкой все и загородил если вдруг кому-то нужен лавровый лист в лазерской не сдерживайте себя так думаю что особо здесь он никому не нужен идемте дальше цикламенчики нарциссы пытаются уже прорастать эти какие-то нарцисс уже давным-давно отцвели а какие-то только планируют вести вот как бывает вертолет какая-то судя по всему строительная техника что-то напоминающее миксер жужжит по-прежнему на своем боевом посту находится бмв я не знаю судя по всему у него здесь выставка какая-то потому что заезжать сюда даже не очень комфортно может ее в плен взяли вертолет черный большой да вероятнее всего невероятнее всего сто процентов бетономешалка я ее уже видел адрес здешних строений сочинское шоссе 25 вру 2 дробь 5 а екатерина плюс топаем дальше дружелюбный собак сидит там у кого-то сап греется на солнышке а я думаю как идти пойти посмотреть участок а чё я там не видел все вроде видел вчера вообще в схемах купались можно сказать рисовали все эти схемы проекты ну Михаил рисовал я только поддакивал либо там что-нибудь свое вставлял красивые интересные дома ну я наверное все таки не пойду сюда вниз на развилку хотя могу сюда на развилку сходить что мне стоит на развилку то сходить тем более тут не так далеко пойду туда вот вверх где шестья тем маршрутом это сетчики там ставят кому-то вот кот траву жрет кот умный он знает какой траву жрать может мне тоже присоединиться он же плохой жрать то не будет мой любимый дом сочинское шоссе 6 я ну что либо туда вниз спускаться либо сюда вверх подняться по ступенькам спуститься опять сюда же даже не знаю пойдемте вот тут вот слегка подымусь и тут сразу же сверну налево в районе столовой буквально 3 метра может быть тут есть какая-то параллельная уличка чтобы на самый верх не подниматься вот тут вот например а пойдемте я тут никогда не ходил может ходил но не помню маяковского 13 а вот если про канализацию вспоминать то до нашего участка тут всего ничего чуть-чуть подняться а здесь получается нигде вообще нет проекта канализации канализация как бы вот она есть а проекта на нее нет именно поэтому я же говорил вам там сколько там 800 метров насчитали хотя по факту всего ничего в том числе по нашему участку проходит труба полтергейст да если подниматься чуть чуть выше по тропинке по дорожке приду так сказать к себе домой но туда уже не пойду что я тут ходил ролики есть вот недалеко от этого беленького домика не того а вот того пойдемте это улица морякова один кстати в обратном направлении кручу-верчу запутать хочу ну зато вы знаете как живут люди в Лазовском здесь тоже кстати сдаются очень много комнат и всякие разные есть и подороже и подешевле и с разным ну разные условия как и везде что и в море что в горах что здесь пойдемте даже здесь озон есть видите вот этот участок если не ошибаюсь продавался в свое время сравнительно недавно и вот тоже его уже приобрели кто-то уже строит мы все никак не можем построиться ну даже начать строить делаем проект а здесь тоже неплохой кстати вид но участок был маленький шикарный вид я бы сказал он даже очень даже неплохой на закаты тоже прикольно но для нас он был маловат скажем так тем более там площадь застройки есть эти нормы нормативов нормативы поэтому мы не будем рисковать мы будем делать все как положено по закону здесь тоже участок продавался кстати мой товарищ приобрел тоже будет скоро строится ну а мы с вами спускаемся к маринскому шоссе Маяковского 4 и уже тоже известным вам маршрутом прогуляемся куда-нибудь вниз тут даже зебра есть я не помню была она или нет наверное была халатное отношение к киви смотрите сколько киви валяется на крыше никто их не ест но не советую вам их обрывать потому что там вон сидит кот сторожевой кот вот да вот он он эти киви охраняет да молодец молодец эта камера она несъедобная честное слово честное слово угостил бы чем-нибудь но нет у нас с собой ничего извини друг так пойдемте а то я только местных котов смущаюсь слегка вот такие вот дела друзья мои такие вот маленькие путешествия сегодня у нас они еще не заканчиваются мне еще на рынок надо сходить блин сегодня я тут старший дежурный все уехали надо мелкого кормить пойти что им купить будем спускаться вниз туда на улицу Днепровскую просто пипец у меня такое ощущение что здесь что-то подстыгли то есть растительность убрали дорожку оставили но вот сами видите что творится видимо хозяева просто делали забор поэтому у них была такая острая необходимость ну возможно доделают когда забор тогда и наведут порядок ну вообще это конечно же свинство и очень обидно что люди так вот поступают бросают мусор там где сами же и ходят да вот видите тут еще будут доделывать заборчик тоже прикольненький домик видите с хорошим видом ну а огромное количество мусора близ до около вот так вот раньше у нас петухи на колораж кричали прабабушки у моей были петухи ну петух там курица все все как полагается и вот они тоже по утрам орали но это я был тогда мелкий а сейчас для вас бонусом мимоза аромат забивает весь мусор и птелки там летают кто-то скоро будет есть мед такой вот мимозный очень грязно неприятный запах если честно скажу и очень стыдно за всю эту хрень а вот буквально нескольких метрах от нас и находятся мусорные баки донеси лозунг должен быть написан там где-нибудь повыше донеси старый мост по которому я еще в детстве ходил раньше он был основным мостом по нему машинки ездили все это сейчас уже все и улица Днепровская сначала я посмотрю сколько время задумаюсь о прекрасном а потом оба на засаде называется если не ошибаюсь супра какая-нибудь но могу ошибаться могу и ошибаться могу и ошибаться на противоположной стороне активно ведутся восстановительный ремонт на строительные работы все что слова что знал все произнес делают набережную реки Псизуапсе работу ведутся активно здесь вот эту площадку утрамбовали под ней вот я помню что вы мне писали как называются эти бетонные треугольники ну я забыл уже сразу же они подо мной здесь утрамбовали не знаю насколько хорошо здесь бы по идее залить бы было надо все хорошо и было бы тогда все хорошо потому как сами видите река все равно периодически подмывает все это втихаря а река сегодня шикарная шикарная друзья мои смотрите какая прозрачная хорошая немножко портит картину вот эта бетонная фигня по центру реки но все равно красиво просто шикардос вот иду и не знаю идти мне на Днепровскую не идти надо не надо понимаю с одной стороны что давно здесь не было с другой стороны так впадло уже находился сегодня слава богу но думаю что наверное все таки пройдусь поэтому будем завершать этот ролик он и так получился длинный 15 минутный хотя сейчас сначала проверю как у меня с камерой сколько у меня тут емкости аккумулятора осталось а то я пойду сейчас и потом сразу же вернусь всем говорю до свидания до новых встреч привет из Лазовского спасибо